ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОТБЛЕСКИ ВОЙНЫ СКИТАНИЯ В Москву попсушайка повез рыбу и удачно ее распродал. А чтобы назад даром не ехать, накупил дамскую обувь, подарить родне да сбыть в какой-нибудь дальней станице. — Товар надо уметь купить, — говорил он часто. Он хитро и долго выбирал товар, вертел его в руках, приговаривал — эх, для Екатеринодара сойдут. Рядом терся какой-то рослый мужчина с заросшими щеками. Попсуй шапка, глянул на него и обомлел. — Толстопят! — о, земляк, — сказал ему. Все толстопяты широкоглазые. Тише, тише, — толкнул его толстопят. Так они и поехали домой вместе. Толстопят был в гражданской одежде. Всякого мужика с ружьем сторонился и сам старался выглядеть мужиком. Он прибирался на юг Западного фронта. Кончилась его офицерская служба. Спрятал он шашку и черкеску на чердаке русской избы, сбрил усы, опростился. Лишь бы кто-нибудь да не узнал. Попсуй шапка был человек надежный. — Что там дома? — спрашивал Толстопят, когда шли к Курскому вокзалу. — Что дома? — Уже того, что было при вас, нету. Советы депутатов командуют. В Москве разве не видели? Вот и у нас такое же. Вашему брату плохо будет, офицеру, если не перейдете на их сторону. А мы, мастера, работаем, как работали. Дом свиданий Швейцария ликвидировали, оно и правильно. Богатые попритихли. Бабыч уехал в Кисловодск. Еще что? Выбрали нового городского голову. Как раз за 5 марта, пока он речь держал, зал опустел и заседание закрыли. Топлива же нет, чего его слушать? Уголь 80 копеек, пуд. Что же дальше будет по-вашему? Годолка сидит на севере орла с распростертыми крыльями и свет вокруг головы. Старики вздыхают. Пропала Россия. За Россию не знаю, армии уже нет. Мы повоевали неплохо. Наша сотня, как пошла широким наметом на Бахтиярской шайкой, за перевалом, как нагнали, а не по скалам, а не по скалам. И мы по лаве, как открыли огонь. Воды ближе, чем на 12 верст нет, губы пересохли. А все же 72 лошади взяли в плен. 130 Бахтияр убили. Сардар предводитель удрал на верблюде. А той армия же была. А присяга на старше миллионов. Ты не воевал? Я шапки на фронт шил и обувь. Ваш полк далеко зашел в Турцию? Еще немного и к лету босфор бы заняли. Все было готово. Перебросили к западной границе. А тут... Сказал же генерал Алексеев. Переворот свершился волей божьей. У царя якобы на счету больше миллиона. Да у царицы столько же, да у дочерей не меньше. А кто подсчитывал? Алексеев? Ну, наше дело маленькое. Наше дело такое, что и домой не проберешься. Хлопнут по дороге. На куртком вокзале они нашли в багажном отделении всесильного старшину-носильщика, в который за плату добыл им три билета в купе. Третий билет припасался для приятия Т-105-й Дюди, бывшего кавалериста, Нини Липова, помощника санитарного транспорта Земского Союза. По путям пробрели они в один конец к международному вагону. Ну и тут люди с броней и криками карабкались на подборке. Цепляли друг друга, стаскивали, вырывали вещи. И командир-комиссар с нагоном в руках, стоявший на площадке, не мог остудить их животного напора ни матом, ни угрозами. С помощью всего того же старшины-носильщиков троица забралась в вагон. «Что за счастье иметь плацкарту?» – думал пластопят. «Бог помогает пока». «Скорее бы!» – волновался попса шапка. «Там дома без хозяина товар плачет». «Торопишься получить на шею толстую веревку?» Красивый высокий Дюдя, поуспокоившись, мечтательно сказал. «Нет ли заплаканных прекрасных глаз, а?» В вагоне публика была достаточно приличная. Какие-то мужчины приличного вида, две-три скромные дамы, несколько актеров и много бывших офицеров, переодетых под товарищей. Начиная с элегантного сумского гусара, кавалерграда с холенными ногтями и кончая молодыми людьми во всем защитном. В толстых солдатских сапогах. Еще недавно, до войны, с таким удовольствием подъезжали они к вокзалу на извозчиках. За ними носильщик волок багаж, они усаживались и в том, что поезд строгался, что они ехали, не было никакого события. Обычная жизнь, братец мой. Теперь они должны были благодарить Господа Бога за то, что всякими неправдами доставят их курс, а оттуда, по степи, через деревню к Белгороду, где близка уже Украина, и властвуют немцы без всяких советов. В купе говорили отвлеченно, но несколько раз кавалерград, изображая себя коммерсанта, проговаривался. Все познакомились и поняли в тихомолку, кто есть кто. Когда поезд застучал, разгоняясь, оставляя за окном нечастливых, толстопят вздохнул и тихо про себя перекрестился. Попсу-шапка уже болтал о ценах и шкурах. Толстопят огляделся. Старый русский международный вагон. Каким чудом он еще курсирует? Со смешанным чувством смотрел он на знакомые стены. Но всюду что-то и не то. Где не хватает крючка, где ручки, задвижки? В купе нет ковров, тюфяков, о белье, конечно, смешно и подумать. Уборные все переломаны, и с трудом можно умыться даже при свечах. Мест купе не четыре, а шесть. По два на нижних диванах, по одному наверху. Толстопятые дюди улеглись бок о бок, отвернулись, чтобы не дышать друг на друга. Ночью одной из подмосковных станций проверяли документы, их филькины грамоты. А утром в Туле они выпили скверного черного кофе, и только в Орле и стратили по 14 рублей на брата за обед из двух блюд. Посердились на время и вернулись в вагон, где публика стояла уже и в коридоре. В Курске стали думать, как перебраться через границу. В залах первого и третьего класса люди часами ожидали очереди, чтобы сесть на стул. По граничной станции поезд походил на рассвете. Где ночевать? На прилавках базара? В заплеванном семечками кинематографе? Офицеры уже открыто, без оглядки, вспоминали свою бывшую военную жизнь. Это курская лунная ночь возле базара, потом стук колес до Прохоровки, потом досмотр в конечной станции Беленхина, о которой бы никогда в другом доле не вспоминалось бы. Стали вечным отгласом, вечным эхом раз и навсегда сломанного бытия. Больше трех часов томились на проверке. Отбирали материю, мыло, спички. Утомленный комиссар поставил, наконец, на бумагах число. Зашитый в подкладку на плече тысячерублевый билет офицерские документы были спасены. Теперь до Белгорода полем. Всего 47 верст, а повод не найдешь. По коммерциальскому пропуску маленькой бумажки с четырехгранной печатью выбирались они при лунном сиянии в пятером, сговорившись с возницей за 250 рублей. Дорога спускалась в глубокий овраг. То ведь была Русь, а не Кубанская степь. Но за оврагом вдруг выставилось ровное поле. Сидеть было неудобно, нечасто соскакивали и шли пешком по обочине. Как раз на полдороге возница свернул в сторону, на свой хутор, чтобы переночевать, перепрячь поутру лошадей и ползти дальше. В часу в четвертом ночи притащились лошади к избушке возницы. Путники тотчас же завалили спать на солому, разбросанную по глиняному полу. Попсу и шапка проснулся раньше всех. Голодный и продрогший, он пожалел о том, что подался слабости и согласился пробираться домой окружным путем. Проще было ему ни в чем не виноватому пуститься по дороге на Воронеж. Теперь поздно кается, но можно попасть ни за что. Проснулся и толстопят, вышел угрюмый, злой. Попсу и шапка отрезал ему из своих запасов кусочек сала, разлонил сухой хлеб и незаметно куда-то отлучился. «Идите сюда!» — позвал он через минуту толстопята, загребая рукой к себе. Можно было подумать, что попсу и шапка раскрыл какую-то тайну. Да, так и вышло. Странно это было тайно. «Господи, что за тайна сам себе русский человек?» В сумеречной избе, припав к полу коленями, молились возницы и его жена. Головы их задирались к иконе. Но что это была за икона? От пола и почти до потолка тлела красочным сиянием картина в золоченой раме. На ней изображался палач, малюта Скуратов, вихревревающийся с топором в келью митрополита Филиппа. Пастырь же, при появлении жестокого малюты, поднес руку к горящей свече, наверное, для того, чтобы не предаться искушению страха и приготовить себя к мукам. Ни возница, ни жена его не чувствовали тяжелого присутствия, и все крестились и клали поклоны. В углу спали под тряпками дети. В избе была такая бедность, что Толстопят позабыл свои несчастья. Из чьей помещичьей усадьбы вынесли они эту дорогую картину? И зачем? О чем они молились? Что просили для своей души? В ту пору даже сам Толстопят не разбирался, к какому времени посвящена сияя картина. А было это при Иване Грозном. И неужели эти крестьяне каждое утро шепчут монаху какие-то слова? Тамбовщина, сказал Толстопят во дворе. Везде одна и та же Тамбовщина. Вся Русь. Рассказывают анекдот такой. Из степей забрел на Тамбовщину верблюд. Ну, люди побежали к попу просить спасения от кокось загогулины, которая дергает с крайней избы солому. Иначе все, мол, село сожрет. Ой, пропала наша бомбовщина. А одна матушка упала перед верблюдом на колени и взмолилась. Ой, матушка загогулина, да не ешь ты наш бомбов, а поверни ты на пензу, там народ покрупнее будет. Вот и извозчик не хуже бабы той. Через полчаса возница, чмокая матеря, сдергал за вожжеж лошадок. Впереди за перелеском была желанная Украина. Им повезло. Бумажка с красным крестом и изысканными печатями. Солидная наружность приятеля Дюди внушали немцам доверие. Их пятерых пропускали без карантина прямо в Белгород. В самом городе всюду поблескивали немецкие каски. Через два часа Дюди повел тостопятый с гостиницы на Соборной площади к тетушке своей княгине Волконской. Попсуй-шапка даже по этим временам к обществу бывших пристать не мог. В Белгороде они и расстались. Он случайно встретил на базаре Екатеринодарского шабая и уехал с ним до Харькова. Какого благополучия терпеть ему эти невзгоды? Между тем, у княгини за черным кофе с горячим белым хлебом кончились колебания калстопятого. Куда пристать? В городе генерал Т регистрировал русских офицеров для первой правки на дом в добовольческую армию. Офицеры нет другой дороги. Встать на сторону народа? Но еще в окопах солдат оглядели на своих младших начальников подозрительно. Да, другой дороги нету. В соборе язычно, угрожающе гудели проповеди святых отцов. Бога бойтесь, с мятежниками не сообщайтесь. Они сниют везде, чтобы обольщать народ несбыточными обещаниями. Они обещают во дворе не порядка, а во дворе не строение. Не слышно будет звуком молотелок. Остановится колесо, заржавеется ха и барона. Невозможно будет ни пройти, ни проехать безопасно. В городах денные и ночной грабеж, и некому будет спасать того до этого. Засохранить нас Бог от печали. На прощание в толстопятые дюдя заглянули в местной сад с Ирандами. Под звуки немецкого оркестра поужинали с водкой Глинтвейной. Первый раз в этом году. Утром Крегиня тетушка повела их в собор к мощам святого Иосифа. Измученное сомнение душа надеялась у гроба святителя, что она не испорчена, что есть истина и живет правда во веки, что существует как вечное мучение, так вечная радость и торжество. В подземелье ураки с мощами в тесноте поджидали очереди, подслушивали Акафец святителю. Образки, бутылочки с елеем переходили из рук в руки. В правом пределе сбора помещался стеклянный гардероб, хранивший нетленные облачения святого, митру, амафор, палицу, панагию, наперстный крест, туфли. «Не переменили ли одежду?» усомнился дюдя. «258 лет, а целая». «Когда же это могло быть? И кто бы на это дерзнул?» сказала богатая дама. «Сорок лет я здесь живу, и ничего такого не сыхало». В седьмом часу вечера по берлинскому времени они уехали в Харьков, откуда через станцию Лихую, в Новочеркасск. Уже в Лихой, при проверке документов, чистым отделом донскими казаками от сердца отлегло что-то тяжелое. Надолго ли, коротко ли? Но жизнь спасена. Лихой Толстопят увидел первого русского офицера в форме, с шашкой на боку, офицера присежных немцев, без украинского контроля. И вновь в глаза затекли это воспоминание о Великой армии. В данном вагоне второго класса доставили их в Новочеркас. Зашибленное, старорежимное чувство патриотизма вдохом выскочило из груди рукой подать и до Кубани. Чудя поспешил обзавестись кокарды и погонами. Толстопят раздобыл черкеску, шашку, кинжал. Тут была еще старая жизнь. Офицеры отдавали друг другу честь, казаки козыряли офицерам. И после кошмарного перерыва Толстопяту казалось, будто все вокруг были произведены в офицера. И он сам, как новичок, любуется своей формой. Свершилась какая-то сказка, сон прошел. Все сразу принялись за обычную работу. На Платовском проспекте часовой так лихо брал на королу своей шапкой, что Толстопят, не смея приписывать себе такую честь, взрагивал от неловкости. В местном саду шумела оперетка. На террасе подали им во льду николаевскую водку, к жаркому бордовское красное вино и отличное рейское к персикам. Так и обедали с мирного до военного времени. А полноты чувств дюдя дал Лакею на лишний чай. Не надо меня освобождать от славных преданий Андреевского стяга, от присяги, от долга. Говорил пьяный дюдя, воспаляясь каждым словом все больше, глядя на товарища, но посылая свой гнев тем, кто покинул фронт, восстал против господ. Кто не изменил Россию теперь, тот не изменит ей никогда. Печальны дела наши, друг мой, озвучал ему Толстопят. Даля полис господа в ладошки. Будь у меня сейчас десять тысяч юнкеров, я через две недели въехал бы в Москву на белом коне. Покричи, покричи, полегчает. Ты не знаешь даже, что с тобой будет завтра. Боже мой, скричал умиленный женственный дюдя, когда вышли за ворот осады. Гляди, гляди, какой красавец жандарм стоит. Унтер-офицер, лапушка. А, моя Ирочка влюбилась бы в нему. Я обниму его, не смей. Пьер, кого же мне тогда обнимать, лучше я погибну сейчас же. Ты знаешь, мне порой кажется, что я смог бы стать во главе добровольческой армии. Через три дня в здании гимназии на Ермаковском проспекте им подликвитанция зачислений в добровольческую армию и в конце недели выстроили на распределительном пункте. Серьезный полковник скомандовал на молитву «Шапки долой!» Несколько раз набожно перекрестился, бесконечные шеренги развернутого фронта сделали то же самое. Затем полковник громкий голос и сказал, что сегодняшнего дня не числится в добровольческой армии и поэтому всякое уклонение от службы будет считаться дезортирством и судиться по законам военного времени. Вам предстоит сейчас идти через город на вокзал. Покажите, что вы являетесь представителем русской армии, потому как вы пройдете будет судить о всей армии. Лейха с пением они шагали под взглядами обывателей по соборной площади на вокзал. Там им пришлось долго дожидаться отправки и лишь около полудня тронулся их эшелон. Хотя начальник штаба воспрещал исполнение гимна в общественных местах, херсонцы под первые стуки колес запели его и Дюдя, подстраиваясь своим зонким голосом, заплакал. 6 декабря 1916 года с последнего парада он не слышал этого родного мотива. Огромная Новочеркесская гора с домишками и Азиатским величественным собором оседала на глазах и до темноты, до тумана, вечерних сумерек все поблескивал золотом купол, все маячил и, наконец, растаял белой точкой, как звезда в небе. Под серпом месяца проскочили разоренную страницу Когольницкую. Думал кластопят об отце матери, о сестре Манечке и заснул грустно, безутешно, без одежды на скорую встречу с Екатериной Даром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова